Всем солнечного дня! Доброго, замечательного! Желаю я, Наталья Пигарева, у микрофона. За пультом звукорежиссёра по-прежнему Ксения Ли. Ну и гостя нашего эфира, гость в студии, это руководитель художественной студии «Этюд» Александра Джигитова. Тоже находится рядом с нами для того, чтобы поделиться интересной и полезной информацией в преддверии нового учебного года. Александра, здравствуйте! Наталья, здравствуйте! Ну, как вы подходите к новому этапу вашей жизни? В прошлом году студия «Этюд» отметила 10-летний юбилей, какой-то такой рубикон был уже пройден, да? Как в этом году? Как вы себя ощущаете? Как поживает ваша студия? Спасибо огромное, Наташа! Да, что помните? Да, в этом году нам 11 лет исполнилось летом совсем недавно, 18 августа. В этом году мы так обширно его не отмечали, наше 11-летие. У нас было очень активное лето, открыли два лагеря, новая у нас в этом году, у нас новая программа для подростков была летом, и мы ее абарабировали. В следующем году мы будем делать ее на постоянной основе. Дети в восторге, родители в восторге, я в восторге. Поэтому будет жить. Начинаем с новыми силами, с новыми идеями, с невероятным вдохновением, конечно же, заходим в учебный год. А как еще? По-другому никак. Покой вам только снится, правильно? Да. Ну и вы также, как и общеобразовательное учреждение, 2 сентября стартуете с новым также учебным художественным годом. Да, абсолютно верно. Мы начинаем со 2 сентября. Новый художественный учебный год. Классное название. Я буду утертим говорить. Пожалуйста, Дарю. Напомним нашим уважаемым радиослушателям, что художественная студия «Этюд» находится в двух торговых центрах. Один из них «Пирамида» на четвертом этаже. И «Империал», и там тоже четвертый этаж. Так что не запустите, не запутайтесь. Ну а телефон для записи какой-то дополнительной информации, чтобы уточнить что-то, узнать и так далее, он единый. 34-02-92. Абсолютно верно. 34-02-92. И сейчас же очень много альтернативных соцсетей. Где вас еще можно поискать, посмотреть, чтобы можно было почитать про вас? Мы есть ВКонтакте, у нас две группы, там так и называется художественная студия «Этюд» и «Краски Камчатки». Можно найти, посмотреть, почитать. Все очень актуально, постоянно меняем, обновляем. Там очень много полезной, стараемся информации давать для детей, для родителей. Наше расписание, цены, все можно там узнать. Отлично. Всегда интересно, возрастные какие-то пределы, так скажем, с какого возраста вы принимаете деток на обучение. Сейчас пока поговорим про детей, потому что про взрослых у меня отдельный вопрос приготовлен. До какого возраста дети считаются детьми, чтобы прийти к вам позаниматься? И нужны ли какие-то навыки первоначальные для того, чтобы все-таки в художественную студию «Этюд», уже известную, на Камчатке попасть? Мне так приятно, что вскоре известная. Конечно, известная. 11 лет, конечно. Нет, мы берем где-то от 3 лет до 103 лет, мы всех принимаем. Они говорят, а что, 104 не возьмете? Я говорю, да возьмем, вы нам до нас дойдите, главное. Мы можем привезти вас, если что, организуем. Ксения себе это наглядно сейчас представила все, да? Нет, специальных навыков не нужны. Мы как раз для того, чтобы развивать именно творческую креативность. У нас нет задачи сделать из каждого Пабло Пикассо или художника. У меня есть моя миссия в этом мире, это просто показать творческость, развить творческость, показать, что это интересно. Черчение, простите, пожалуйста, рисование, оно пригождается потом и в геометрии, и в черчении. И вот это представственное воображение, и просто нестандартность мышления в обычной жизни, наверное, это даст самое лучшее. И все-таки я настаиваю на том, что рисование и творческость – это самый экологически безопасный способ сохранить нашу психику. И для взрослых, и для детей. Так. Ну, существуют же даже специальные какие-то техники, когда можно прорисовать свои эмоции, там, нейрографика и так далее, и так далее. И арт-терапия – это тоже все с цветами, с красками связано. Вот. Ну, и еще плюс – это очень красиво. Да. Мы не арт-терапия, мы художники. Но любой штрих, с любым штрихом, с любым занятием выходит что-то негативное из нас, из взрослых, из детей. В любом случае. В любом случае, да. Не обязательно идти к специалисту. Вы можете просто взять дома, порисовать, подчеркать, смять, сжечь, съесть. Все, что угодно. Все, что угодно, да. Я очень люблю определения. Мне кажется, когда по понятиям все разложено, тогда как бы и договориться проще, и легче, и узнать какую-то дополнительную информацию тоже гораздо приятнее. Ну, вот художник, да. Мне всегда улыбается это слово, потому что я вспоминаю многочисленные юмористы, художник от слова «худа». Я вспоминаю Ильфа Петрова, который рисовал мужчину, да. Это мальчик, мальчик. Да, ну... Вот. Как бы вы, да, какое бы вы дали определение, кто такой художник? Вообще худой, это раньше называли с руками связано, то, что рукотворный, то, что он творит руками. Это не то, что худой, от слова «плохой», а то, что он творит руками. И поэтому пошло художник на немецком, ну, вернее, «маляр» на русском, да, «маляр» — это на немецком, это художник. Как интересно. Вот. И поэтому художник, что определение под художником... Не от слова «худа» точно. Не от слова «худа», да. Это абсолютно верно. Художник — это творец. Я всегда детям говорю, ну, и взрослым на занятии, что вы творцы, вы композиторы, вы создатели, вы сейчас прикасаетесь к прекрасному. Вот сейчас вы как создатель, вы сейчас как почти бог, что вы создаете что-то новое, это ваше детище, это ваше прекрасное. Любите его, творите, как бог любит всех нас, поэтому таким образом. Класс. Направлений в художественном творчестве, в рисовании огромное количество. Какими техниками лично вы, Александр, владеете? И ваши ученики всё-таки чему, какому направлению могут у вас научиться? Поскольку, мало ли, может быть, кому-то близок кубизм, как будто кто-то в стиле модерн рисует, кто-то классика, кому-то натюрморты, кому-то портреты. Мы на занятии стараемся дать много чего. У нас нет такого сурового реализма или гиперреализма. Наоборот, я про творческость. Я сама живописец, и вот сейчас моя самая последняя пока несколько лет, три года, ну, четыре года уже, пять лет, наверное, пять, керамика. Ну, это прям, я всегда занималась керамикой, а это просто, оно меня поглотило, и поэтому я сейчас вся в глине, вся в керамике. У нас в студии можно, у нас рисунок, живопись классические, есть дизайн, коллажи, керамика, глина. Мы делаем с детьми на современные темы, работаем, лекции по истории искусства мы изучаем. Это всё включено просто прямо в занятия. И нету такого, вот про кубизм, это мы всё пробуем, то, что вы перечислили, все вот эти направления, мы пробуем. Мы про всё это рассказываем, детям показываем, художников изучаем. Ещё упор на историю искусства, конечно, есть, потому что я считаю, что искусство и музей — это приближище человечества, как написано было в Древней Греции. Поэтому это такой источник вдохновения для меня. Представляете, друзья, то есть в художественной студии «Этюд» не только можно научиться рисовать, но ещё и получить интересную, актуальную и очень-очень классную информацию, которая, конечно, обогатит и взрослых, и детей, и внутренний мир, знания. И нельзя не приветствовать, это, конечно, очень здорово. Можно я скажу, я просто всё время детям говорю, что вот рисование, они всё время люди спрашивают, что рисование на заборе — это что? Я говорю, ну вот наши ученики будут понимать, что надо рисовать, не писать слова всякие, а рисовать мурал, говорю. Ну и вот поэтому в этом есть отличие наших учеников от всех остальных. То есть ещё и воспитательный процесс тоже присутствует. Наверное, 70% занимает занятия. Ну, нет, 90%. А я ещё дополню, что Александра Джигитова прекрасно делает картины песком. И я впервые познакомилась как раз-таки с её работами именно через песочную анимацию. Это было такое ноу-хау у нас на Камчатке много лет назад. И до сих пор в восторге те, кто видел всё это в прямой трансляции, то есть на ваших глазах происходит. Ну, в общем, я хочу сказать, что художественная студия «Этюд» впереди планеты всей в этом смысле. Мы уже проговорили про то, что не только дети, но и взрослые могут к вам прийти на занятия. Тоже интересный вопрос. Понятно, что до 103 лет. То есть у Ксении, у нас с тобой есть ещё шанс попасть в художественную студию «Этюд». Время ещё есть. Что нужно тоже взрослым для того, чтобы прийти к вам в студию? Только желание? Только желание, да, и позвонить по телефону, и вас запишут. У нас есть мастер-классы, это раз в неделю по субботам они проходят в пирамиде в час дня. И у нас есть регулярные занятия, это на абонементе. Тем, кто уже походил на мастер-классы, понимает, что у них хватает именно базы, основы, и вот этих вот костей, на которые вот это мясо насаживается потом. Не знаю, как по-другому сказать. Ну, вкусно сказали, правильно всё. Вот эта вот база, она как раз у нас занятие на абонементе проходит. Напомним телефон, к слову, по которому можно узнать всю эту информацию, 34-02-92. А также, друзья, попробовать свои силы в воплощении чего-то, того, что вы видите в голове художественного своего, так скажем, воспроизвести это всё на бумаге, на холсте, можно попробовав прийти на бесплатный мастер-класс в студию «Этюд». Как это сделать, спросите вы? Легко и просто. Слушайте эфир «Радио Камчатка» и выигрывайте подарочный сертификат от художественной студии «Этюд», для того, чтобы можно было прийти и попробовать действительно ваше-не ваше, нравится-не нравится, ну и потом уже определиться для себя о дальнейшем времяпрепровождении в художественной студии «Этюд». Опять же, место выбирать, где вам удобнее. Это горизонт пирамиды, четвёртый этаж, либо это район восьмого километра, ТЦ «Империал» и тоже четвёртый этаж. Посмотреть, где можно работы ваших студентов, хотелось сказать, учеников, студентов, маленьких и больших, кроме того, что ВКонтакте, вы сказали, наверняка там есть работы. Да, ВКонтакте можно посмотреть. Ещё мы выставляемся в детской поликлинике на четвёртом, на третьем этаже у них в пирамиде мы украшаем, затем Милкафе в Шамсе, который находится. На десятом километре. На десятом, да, где-то мы ещё есть, я забыла. А в библиотеке у нас будет скоро открытие выставки, 3 сентября, открытие выставки библиотеки в молодежном отделе на первом этаже. Можно там прийти. Камчатская, Краевая, имени Степана Петровича Крышеникова. Хорошо, обязательно напомним про эти события ещё в афише выходного дня. Спасибо вам за информацию. Но также ещё познакомиться с работами и с тем, что представляет из себя художественная студия «Этюд», можно уже в эту субботу, 31 августа, на празднике, который устраивает пирамида торговый центр и киноцентр, точнее, пирамида и художественная студия «Этюд». Но там ещё у нас частная школа ФОБУ проходит, принимает участие, и развивающий центр подготовки к школе «Воробушек». И да, спасибо, Наташа. Я так нервничаю, что забыла про это рассказать. Это будет проходить в ТЦ «Пирамида» 31 числа, начало 12.00, примерно будет идти 2 часа. Там будут проходить разные мастер-классы от нас, от факультета будущего, от Центра подготовки «Воробушек». Беспрогрешная лотерея, много сертификатов, разных подарков, и всё это посвящено началу учебному году, и чтобы сгладить этот пасмурный день, который будет в выходные. Поэтому приходите, будет весело, это однозначно, интересно, и можно будет занять ребёнка на целых 2 часа. Итак, в «Пирамиде» вас ждём, уважаемые радиослушатели, особенно, конечно, родители, мы сейчас к вам обращаемся. Берите своих деток или дети, если вы нас сейчас слушаете, берите своих родителей, и 31 августа приходите в «Пирамиду», начало в 12 часов. Да, будет шоу, будет ведущий, будет весело, будет играть, анимация. Кто не любит анимацию играться, можно будет спрятаться, порисовать у нас, поделать разные мастер-классы, и порукодельничать, и на целых 2 часа все будут заняты. Все будут довольны. Спасибо вам большое, Александра. У нас сегодня в гостях была Александра Джигитова, художественный руководитель студии «Этюд». Находится студия «Этюд», напомню, в «Пирамиде» и в «Империале», это торговые центры, на четвёртом этаже. Всю дополнительную информацию, как туда попасть, можно узнать по номеру телефона 340292. С наступающим вас новым учебным годом и новых свершений вам! Спасибо. Ещё в группе ВКонтакте можно нас найти. И вообще просто в интернете забивайте «Этюд», за Камчаткой мы выходим. Наташа, классное название. Новый художественный год. Огонь. Спасибо. Спасибо вам. Всем до свидания. До свидания. Гость в студии на радио Камчатка.